Ассаламу алейкум, кормятый курор Мендер. Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня мы будем подавать заявку на разрешение на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию. Итак, первое, нужно нам перейти на сайт egov.kz. Здесь нажимаем кнопку «Войти». Выбираем удобный вам вариант. Можно по ЭЦП, можно по QR-коду, через приложение. egov.mobile, мне удобен ЭЦП. Выбираем сертификат. В появившемся окне выбираем персональный компьютер. Далее указываем место хранения, то есть где ваш ЭЦП находится. Указываем первый ключ, ключ авторизации, нажимаем кнопочку «Открыть». Далее вводите пароль вашего ЭЦП-ключа и нажимаете «Открыть». Подписать. Все, вы авторизовались на портале. Переходим в самый низ и здесь выбираем внешние ресурсы «Электронное лицензирование». Перешли на портал электронного лицензирования. Проверяем, здесь должно быть написано ваше имя, то есть вы авторизованы на портале. Переходим в пункт «Охрана окружающей среды». Здесь в пункте «Разрешение» ищем то, что нам нужно. Вот оно. Выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию. Нажимаем на него. Выходит два варианта. Первая численность животных, вторая численность рыб. Мы выбираем животных. Открывается страница. Здесь прописаны все требования. Что необходимо? Нажимаем «Заказать услугу для физлиц». Выбираете вашу область, куда вы именно хотите. И выбираете госучреждение в этом регионе, которое вы выбрали. Нажимаем, ожидаем пару секунд. Он прогружает заявление и автоматом проставляет все данные ваши. Проверяете. И в самом низу нажимаете кнопочку «Далее». Переходим на следующий этап. Здесь нужно цель и основание указать. То есть заполняем все пункты. Мы выбираем биологическое равновесие. Способ изъятия у нас будет «Отстрел». Далее сведения об удостоверении охотника. Нажимаем плюсик, кнопочку «Добавить». Здесь есть выбор. То есть можно выбрать «Да». Это значит будет выбор из базы действующего удостоверения. То есть вы будете данные не вводить. Он автоматом возьмет с базы. И нажимаем «Поиск». Соответственно, он выбрал, какие у меня есть охотничьи билеты. То есть выбираем нужную. И нажимаем кнопочку «Выбрать». Видите, он все данные автоматически сам проставил. Все сроки действия. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Переходим в следующую таблицу. Здесь мы указываем ваше разрешение на приобретение и хранение оружия. То есть нужно его указать. Нажимаем кнопочку «Добавить». Здесь также можно два варианта. Можно выбрать из базы. Можно ввести вручную. Ранее я вам показал, как удостоверение берется с базы. Давайте покажу, как оно вводится вручную. Нажимаем «Нет». И эти все данные заполняем вручную. Заполняйте с бумажки номер разрешения, дата выдачи и срок действия. Нажимаете кнопочку «Сохранить». Все, наша таблица заполнилась. Идем дальше. Теперь наименование и объем изъятия животных. Нажимаем кнопочку «Добавить». То есть то, на что мы хотим получить разрешение. Так, волк. Выбрать. Количество. Один. Территория. Всех прошу. Лимит очень маленький. Соответственно, на всех охотников не хватит. Поэтому указывайте всегда один. Не нужно указывать два, три. Потому что вы хоть добудете три волка или два. Это мало кто проверяет. И поэтому лучше укажите все равно один, чтобы хватило на одного охотника больше лицензии. Следующее. Мы указываем район, территория. То есть это территория, где будет действовать наше разрешение. Поэтому указывайте свою область. Я указываю область ЖТУСУ. Можно указать под область. Сразу в район можно указать. Ну, мне нужна вся область. Здесь заполняем по границе области. То есть территорию, которую вы выбрали, ваше разрешение будет действовать в пределах ее границы. Нажимаем кнопочку сохранить. Все. Идем дальше. Полувозрастной состав. В случае необходимости это нам не надо. Указываем дату начала. Ну, я указываю обычно следующим днем. Сегодня 4 января. Укажем с 5 января. Дата окончания у нас будет 31 декабря. Все. Нажимаем кнопочку «Далее». Он все проверяет. И последний этап. Это этап подписания. Через этот QR-код подписать. Или же через ЭЦП. Как я авторизацию проходил. Мне второй вариант удобен. Поэтому я сделаю через ЭЦП. При подписании через ЭЦП вы ранее указывали ключ для авторизации. Поэтому вам нужно выбрать второй ключ для подписания. А то он его не примет. Ждем. Все. Ваша заявка отправлена. Сейчас процесс автоматизирован. То есть вам не нужно ждать целый день. Как ответ приходит моментально. Возвращаемся в личный кабинет. История заявлений и полученных услуг. Чтобы проверить. Загружается таблица. И вот пожалуйста. Вид, который я подавал. Число. Номер. И соответственно статус. После отправки. Если вы сразу зайдете. У вас статус будет отправлено. Еще раз нажимаете «Обновить». И вам уже сразу придет статус. Статус будет или «Отказано» или «Выдано». В моем случае вот «Выдано». Заходим. Нажимаем на эту кнопочку «Выдано». Выходит ваше заявление. Здесь вы можете скачать этот документ. Или же распечатать. Второй вариант нам гораздо больше подходит. Нажимаете кнопку «Распечатать». Печатаете на принтере. И всегда с собой носите. На этом все. Эта версия была «Как подавать с компьютера». Сейчас я теперь покажу, как вам можно подать эту же заявку с телефона. У вас должно быть установлено приложение «Егоф Мобайл». Заходим. Нажимаем кнопку «Профиль». Вы должны быть авторизованы. При авторизации вы указываете пароль. И вводите этот пароль быстрого доступа. Теперь нажимаем центральную кнопку «Услуги». Выбираем второй пункт «Елиценз». Здесь пишем фразу «Изъятие». И сразу у нас сокращается список. Выбираем нужное. У нас выдача разрешения на изъятие видов животных, численность которых подлежит регулированию. Нажимаем на него. Так как это мобильная версия, то есть он немножко думает помедленнее, чем компьютерная. Также здесь выходит первая численность животных, вторая численность рыб. Выбираем численность животных. Нажимаем. Также появляется весь перечень необходимого. Здесь нажимаем кнопку «Заказать услугу онлайн для физлиц». Нажимаем. Здесь выбираем область, в какой регион вы будете отправлять заявку. У нас в области жильцу это одно госучреждение. Выбираем его. Далее формируется заявка и выходит окно уже с нашими данными. Все проверяем. И внизу нажимаем кнопочку «Далее». Заполняем следующий этап «Цель и основание регулирования численности животных». Сохранение биологического равновесия. Второе. Способ изъятия. Отстрел. Далее. Сведения об удостоверении охотника. Нажимаем кнопочку «Добавить». Здесь также можно воспользоваться электронной базой. То есть все ваши данные он возьмет с базы, если вы укажете «Да» и нажмете «Поиск». Видите, он мои охотничьи билеты показывает. И можно выбрать. Выбираю первый, нажимаю «Выбрать». Ожидаем. Он должен все данные, номер удостоверения, дату выдачи, все взять с базы и автоматически сам проставить. Нажимаете кнопочку «Сохранить» и ваши данные попадают в таблицу. Переходим к следующей таблице «Сведения о разрешении и приобретении хранения и ношения вашего гражданского оружия». Нажимаем кнопочку «Добавить». Здесь также можно ваши данные взять с базы или же ввести вручную. Давайте я покажу второй вариант. Если ваших данных нет в базе, базу добавили в прошлом году, может ваши данные еще не попали в базу, поэтому они могут, если вы даже выберете «Да», нажмете «Поиск», их может там не оказаться. В таком случае нажимаете «Нет» и указываете все данные сами вручную. После того, как указали все данные, нажимаем кнопочку «Сохранить». Все, в таблицу переносятся наши данные. Заполняем третью таблицу, то есть наимнование и объем изъятия животных. То есть на что мы хотим получить разрешение. Нажимаем кнопочку «Добавить», «Вид животного», выбираем «Волк», нажимаем кнопочку «Выбрать», «Количество». Огромная просьба, если вы подаете заявку, смотрите эту инструкцию, всегда пишите цифру 1. Если вы даже волчатник, вы добываете в год 5, 6, 2, 3 волка, не важно, всегда пишите 1, так как охотников очень много, лимит очень маленький, чтобы на всех хватило, всех прошу указывайте, пожалуйста, цифру 1. Третий пункт – это район. Указываем район, где будет действовать это разрешение. Я указываю область ЖИЦУ, далее можно выбрать, внутри области можно выбрать конкретный район, ну и я выбираю всю область. После того, как указали район, область, территорию, указываем границы участка. Я здесь обычно пишу по границе области. Нажимаем кнопочку «Сохранить». Все, наши данные попали в таблицу. Указываем срок изъятия. Дата начала я обычно пишу в следующий день. Сегодня 4 января, то есть 5 января. И дата окончания – 31 декабря. Можно от руки напечатать. Нажимаем кнопочку «Далее». Выходит последний этап, то есть это подписание нашего документа. Вы можете через телефон выбрать QR-код, просканировать код и подписать. Или же, вот тут внизу даже инструкция, то есть вам нужно зайти в EGOV, с правой стороны выбрать сканер, показать этот QR-код, и он автоматом подпишется. Или же нажимаем через кнопочку «ЭЦП». Выбираем сертификат, то есть мы зашли через EGOV, наши сертификаты там и есть, он уже знает. Просит ввести пароль для подписания этой услуги. Вводим пароль. И выходит вот документы на подписание. Тут все наши данные, то есть данные с заявлением. Нажимаем кнопочку «Подписать». Еще раз просит пароль. Подписание выполнено успешно. Окей. Все, ваше заявление готово. Вы можете здесь теперь нажать кнопочку «Скачать документ», чтобы сохранить это заявление в своем телефоне. Или же нажать кнопочку «Распечатать». То есть, ну или там подробнее, то есть, чтобы посмотреть это полностью заявление. Теперь хотел бы сказать причины отказа. Первая причина, почему приходит отказ, это когда исчерпан лимит. То есть, устанавливают на каждое животное лимит. Там 50 голов, 100 голов, 500 голов. И, соответственно, база автоматически считает, сколько заявок поступило, сколько она выдала голов. И когда это число заканчивается, вам приходит отказ. Второй вариант. Этот лимит, может быть, не закончился, но вы подаете заявку на два вида. То есть, вы можете там волк указать и шакал указать. И, соответственно, вам могут отказать, потому что на волка, к примеру, есть 100 голов. И вы попадаете в этот лимит. Но на шакала, допустим, было 300 голов, и она закончилась. И, соответственно, вам не могут заявку одобрить только по одному пункту. И вам они вынуждены отказать, потому что одного вида у них лимита нет. Поэтому я рекомендую давать на один вид. Хотите волк, берите волк. Хотите шакал, берите шакал. И тогда есть больше шансов получить разрешение. И третий вариант отказа. Это лимиты еще не установили. Ну, каждая область, каждая структура работает по-разному же. Кто-то сегодня установит. Кто-то, может, на следующую какая-то область загруженная. Им еще, может, не утвердили. То есть, у них разные ситуации бывают. И, соответственно, им, может, на следующей неделе только утвердят. И если этот лимит не утвержден, то система автоматически вам отправляет отказ. Потому что система же не смотрит, что там у них в офисе происходит. Она смотрит на цифру. Цифра стоит 0. Соответственно, она вам автоматически дает отказ. Потому что в базе нет лимита. И как офис, как это госучреждение утвердит лимиты, поменяет этот 0 на нужную цифру. Сколько им там выдадут? 10 голов, 100 голов, 500 голов. И, соответственно, база после этого начнет уже выдавать всем разрешение. То есть, кто подал, она смотрит на эту цифру, минусует, вам выдает. Минусует, следующему выдает. И так далее. Пока эта цифра снова не закончится. Поэтому больше вариантов нет. Если вы все заполнили правильно, все выбрали правильно, и лимиты есть, вам одобрят. Лимитов нет, вам не одобрят. Всем спасибо за просмотр. Всех с Новым годом поздравляю. Хорошего вам охотничьего сезона. Хороших вам трофеев. До скорых встреч.